Ну что, друзья, привет. Привет вам из солнечной Турции. Извините меня за такой лайфстайл, куча шумов, цикады, сирены машин, какая-то стройка идет. Дело в том, что я хочу поговорить о наболевшей теме, которая всех уже изрядно подзадолбала, а именно опять про тот же самый пропагандный коронавирус, который никак не хочет отпустить нас. Даже после того, как открылись границы, и люди стали выездными в некоторые страны, вот как сейчас в Турции, тем не менее, знаете, доходит дело до абсурда. И в тех зонах, где есть разметка социальной дистанции, люди просто сходят с ума, если кто-то пытается эту дистанцию слегка нарушить. А в других местах не возникает никаких проблем, хоть бы они даже терлись друг от друга задницами. Ну так вот, и поэтому хочу сказать, порассуждать и дать вам тему для размышлений, почему же в этот раз тот же самый коронавирус, который уже однажды был, если кто не знает, вызвал такую ситуацию. А дело вот в чем. В 2003 году пандемия коронавируса не вызвала такой ажиотации, как сейчас. Вы знаете, вы наверняка знаете про то, мы уже все стали экспертами по коронавирусу, что коронавирус известен вирусологом уже очень-очень давно. Он входит в число самых распространенных патогенных вирусов, вызывающих ОРЗ у человека. Семейство вирусов, включающих на январь 2020 года, а сейчас, может, уже их и больше стало, 40 видов РНК, содержащих вирусов, объединенных в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Не то, что он именно корону императорскую напоминает какую-то, а солнечную корону. К коронавирусам, поражающимся у человека, относятся вирус SARS-CoV-2, возбудитель атипичной пневмонии. Наверное, слышали про такую, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году. Также, дальше, вирус Мерс-CoV-2, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году. Ну и, соответственно, вот теперь вирус SARS-CoV-2. Ответственный за пандемию пневмонии нового типа в 2020 году. Это была выдержка не из Википедии, но и в более серьезных источниках можно прочитать то же самое. И мир уже переживал встречу с этим коронавирусом. Похоже, этот парень с нами теперь навсегда. И с каждым его новым спришествием он все больше и больше напрягается от человечества. А это значит, что никакие карантинные меры и никакие социальные дистанции не смогут упасти человечество от того, чтобы не проконтактировать в той или иной форме с ним. Это обязательно произойдет. Вопрос не в том, произойдет ли это, а вопрос в том, когда это произойдет. Произойдет это непременно. Даже если появится вакцина, то это и будет своеобразная форма контакта с коронавирусом. Понимаете? Так почему же мы сейчас переживаем такую ажиотацию? И почему мы готовимся к новой волне и так далее? Обстановка накалена, на мой субъективный взгляд, непонятно, зачем так сильно. И зачем такая избыточная истерия. Некоторые запуганы, просто думаю, срачки. Я сейчас это здесь вижу. Я еще раз напомню, что в тех местах, где есть разведка по социальной дистанции, люди иногда просто сходят с ума из-за того, если кто-нибудь ее нарушит. Люди ведут себя неадекватно вообще. Многие. А ведь в прошлый раз все это произошло и прошло гораздо спокойнее и более плавно. Может, это было всего лишь генеральность в репетиции? Как вы думаете? А в следующем видео я расскажу о том, почему обязательно мы с вирусом еще встретимся. И не с одним, если не с одним, так с другим. И вопрос лишь в том, когда это случится.